Традиционная инструкция для двух бойцов. Я сразу скажу, кто эти парни. Рейтинговый поединок. Хамид Пасхаев, Россия, Чеченская Республика, Грозный, Клуб Беркут. И Нуркен Толегенов, казахский спортсмен, его оппонент. Хамид Пасхаев, его рост 171 сантиметр, вес 54 килограмма, он показал на официальном взвешивании вчера. Является он чемпионом мира, трехкратным чемпионом России, мастером спорта по кикбоксингу. Это его профессиональный дебют. Нуркен Толегенов, чемпион мира 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Также вчера он показал на официальном взвешивании 54 килограмма ровно, 162 сантиметра его рост. Профессиональный дебют также. Напомню, что Хамид Пасхаев является младшим братом Уайсара Пасхаева. И Умара Пасхаева, двух очень титулованных бойцов в нашей стране. Но особенно Умар Пасхаев, мы знаем, что он является двукрадочемпионом мира, двукрадочемпионом Европы, заслуженным мастером спорта Российской Федерации. Кстати, старший брат Умар сегодня будет участвовать в этом потрясающем, увлекательном бойцовском карде. И его поединок мы увидим под номером 9. Кстати, Умару Пасхаеву предстоит очень серьезная позиция в лице Томми Дикмана, представителей Нидерландов. Это будет у них очень серьезный и решающий поединок, потому что это полуфинальный бой, где победитель на самом деле уйдет. Бой за титул против Александра Коновалова, действующего чемпиона Лиги Сибии, подразделения кикбокса. Напомню, что Александр Коновалов боец-председатель Сербии. Мы помним его ярчайшую победу над Якубом Берсонукаевым, российским бойцом, тоже очень титулованным, представляющим клуб вверх, подчемпионом мира. Ну и сейчас уже можно поговорить о непосредственно первом раунде боя. Здесь доминирует, конечно же, почему, конечно, Хамид Пасхаев, мне кажется, все-таки более свеж, вы знаете, внушителен по габаритам. Его оппоненты из Казахстана, но Кент Олегенов, кажется, даже как будто из другой весовой категории. На один вес ниже, как минимум, здесь Хамид все чувствует. И колено, конечно же, уже не первое колено пролетает в область печени, право-нижнее подреберье пробито, достаточно ощутимо. И я думаю, что Хамид по-снайперски сейчас будет действовать и постарается доработать до логического завершения эти попадания. Очень болезненную область, туловище. Я напомню, что жизненно важный орган, печень, которая, как известно, в отличие от головы, ничем. Закончен первый раунд. Ваши раунд. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что он очень успешно работает в бойцовском клубе Ахмат. Отвечает за ударную технику, особенно за нанесение ударов ногами для бойцов смешанного стиля. Конечно, невероятное антропометрическое преимущество имеет Хамид Пасхаев. Контролирует весь поединок. Все читает, что пытается придумать Нуркен Толегенов, казахский спортсмен. Ооо, вразрез. Вот это да, встречный удар тяжеленный справа. Гош хлопок был слышен, но при этом, конечно, отдать должное нужно казаху. Он с честью вышел из этой ситуации, а я пропустил точный удар вразрез навстречу. Еще раз целит Хамид правый полукросс полупрямой. Ну, конечно, здесь доминирующее преимущество стороны Хамида Пасхаева. Все он видит, читает каждое действие своего оппонента. Ну и контроль полноценный, конечно. Осуществляет по бою. Можете пойти и вперед, и навстречу ударить, и потянуть на себя. Разные тактические варианты он использует. Ну и, конечно, невероятное преимущество имеет в ближнем бою нанесение ударов коленями. Просто потрясает. Особенно левое колено работает, конечно, великолепно. Как и в поле, так и в голову. Сейчас мы видели все эти элементы стороны Хамида Пасхаева. Уайсар Пасхаев очень сильно болеет за своего брата, как и Умару. Умару особенно, как мне кажется, сложно. Сейчас приходится, потому что ему, мы знаем, впереди предстоит очень тяжелый поединок против туловного голландца. И бой будет к настоящему иметь звание отборочного в полуфинальная стадия. Там уже ждет действующий чемпион Александр Коновалов из Сербии. Ну, это в последующем мы подробно поговорим о Умаре, в Пасхаеве. И в целом о том состязании и о его позиции в лице Томми Дико. Возвращаясь к поединку, который проходит, напомню, это дебютанты на профессиональном ринге, но при этом с очень серьезным уже по сложным спискам любительском кикбоксе. Кикбокс очень сложно так называть этот вид, потому что там отношения, конечно, профессиональные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Два бойца, которых мы сейчас с вами наблюдаем, дорогие друзья, Хамид Пасхаев и Нуркен Тулигенов, они таковыми являются. Очень серьезный и внушительный титул оба имеют, кстати. За плечами Хамид Пасхаев, чемпион мира, трехкратный чемпион России, и, как я понимаю, он в большей степени предель первенства России среди юношей и молодежи. Очень молодой и суперперспективный боец из России. Конечно, отдать должное Тулигенову необходимо очень такой опытный боец. Терпит огромное количество ударов по ходу всего поединка. Он пропускался, он, конечно, мы видим, все это изображено на его лице. Все это количество пропущенных ударов достаточно немало. Но при этом бойцы из Казахстана, конечно, показывают волю к победе. Сейчас пропускает техническое действие, очень грамотная подсечка, точная, выполнена очень правильно стороны Хамида Пасхаева. И падает на канвас базарский спортсмен. Удары, конечно, потеряли свой тоннаж, причем у обоих бойцов. Особенно это ярко выражено по Нуркену Тулигенову. Здесь пропускает. Нуркен очень тяжелый удар справа. Знаете, с высокого роста левое колено так закрутило. Хамид Пасхаев очень красиво. Представляющие техничные бойцы, все братья Пасхаевы. Включаются они серьезной школой кикбокса. Великолепная техникура. Ног используют в колене, причем по двум уровням. И в туловище, и в голову. Прыжковое колено также могут показать для всех нас бэкфэст. В общем, парни на самом деле очень широко оснащены. Сейчас пропускает Хамид Пасхаев. Представляете, в концовке третьего рауна пропускает правый кросс. Достаточно такой неприятный удар. Все пропущенные удары могут быть неприятными. А приори мы знаем с вами. Но есть особенно неприятные, так сказать. Здесь все видел Хамид. И единственное, уже, наверное, не так много функциональных возможностей, это того, чтобы сконтрить. Потому что провалил он казаха и мог бы вернуться к нему с контратакой. Но не стал этого делать. Здесь дистанции какие-то типы качественные. Еще колено, посмотрите, как здорово он наложил руки. Не было никакого клинча. Такой чуть нагнул и наклонил своего оппонента. И колено дважды допросовало еще раз дистанции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok